Знаете, когда несколько лет назад я узнал о существовании моноколеса, я загорелся сразу. Не осталось и тени сомнения, я хочу его. И уже через несколько дней я любовался на свой новенький InMotion V8. Но прежде чем поехать кататься, я задался вопросом, до какого давления я должен накачать покрышку. И ответа я не нашел ни в интернете, ни в инструкции. В инструкции лишь было сказано, если в шинах недостаточное давление, пожалуйста, подкачайте ее. Давление в шине InMotion CVV8 при выходе с конвейера составляет 2,8 бар. Все это лишь добавило вопросов. Недостаточное это сколько? Или давление при выходе с конвейера это транспортировочное или то, с которым я должен использовать это устройство? И как вообще эта цифра зависит от веса райдера? Я спросил на форуме и получил исчерпывающий ответ. Качаюсь только, чтобы ездить было комфортно. Да какой к черту комфортно, если ездить я не умею, а все мои попытки поехать приносили лишь боль и страдания. Сейчас уже прошло несколько лет, я езжу на четвертом своем моноколесе, я прочитал кучу форумов и чатов, я обсудил этот вопрос с десятками райдеров. И в этом выпуске я хочу поделиться полученным мной опытом. Для начала давайте введем понятие среднего давления. В связи с тем, что производители мало пишут об этом в инструкциях, то я в основном буду опираться здесь на собственный опыт и на информацию, полученную мной на форумах. Поэтому этот параметр будет, возможно, немного субъективным. Для начала давайте разберем факторы, от которых может зависеть давление в моноколесе. Ну, понятно, это вес райдера, во-вторых, это диаметр колеса и в-третьих, это ширина покрышки. На самом деле понятно, что этих факторов несколько больше, ведь сюда можно отнести и жесткость покрышки, и температуру окружающей среды. Но все эти факторы уже очень малозначительны, и чтобы не усложнять, мы их рассматривать не будем. С весом райдера все понятно. Чем больше вес райдера, тем больше мы накачиваем покрышку. А вот диаметр колеса и ширина покрышки обратно пропорциональны. Чем больше диаметр и чем шире покрышка, тем меньше давление нам потребуется. Для наглядности я создал графики зависимости давления в камере от веса райдера, от диаметра колеса и от ширины покрышки. И чтобы не было возможной путаницы, я сразу скажу, что один бар примерно равен одной атмосфере, примерно равны одной технической атмосфере, и они примерно равны 1 килограмм силе на квадратный сантиметр. И все это примерно равно 14,5 пси, то есть фунтов на квадратный дюйм. Поскольку первые 4 единицы измерения отличаются не более чем на 2%, то мы можем этим пренебречь и считать, что они для нас равны. 14-дюймовые моноколеса чаще всего идут с покрышками шириной 2,125 и 2,5 дюйма. На этом графике можно легко определить среднее значение давления колеса для того или иного веса райдера. У 16-дюймовых моноколес спектр ширины покрышки на порядок больше. Наверное, это связано в первую очередь с тем, что сейчас это, пожалуй, самый распространенный диаметр моноколеса. Ширина покрышки здесь колеблется от 1,95 и до 3 дюймов. Ну и покрышки 18-х моноколес в основном представлены двумя размерами 2,5 и 3 дюйма. И теперь, когда мы ввели понятие среднего давления, давайте рассмотрим, чем же для моноколеса чревато отклонение в более высокую или в более низкую сторону. Для примера я указал давление, характерное для InMotion V8 при весе райдера 90 кг. При очень низком давлении внутри покрышки начинает перетираться камера. И даже если мы не получим так называемый змеиный укус, то весьма вероятно, что это приведет к вырыванию ниппеля из камеры. Но все это мелочи по сравнению с запредельно высоким шансом погнуть опыт мотор-колеса. Которые исправить-то трудно, а меняется, как правило, совместно только с дорогим мотор-колесом. Ну и в свете вышесказанного можно просто закрыть глаза на такие мелочи, как сиженный пробег или вялый разгон колеса. Поэтому при таком давлении эксплуатация колеса крайне противопоказана даже по ровной поверхности. В случае низкого давления по сравнению с более высоким, мы получаем незначительный сниженный пробег на одном заряде аккумуляторной батареи. Ориентировочно процентов на 5, но утверждать это точно я пока не могу. Опыты я еще буду производить. А также для тяжелых райдеров при выполнении прыжков при землении на острые углы остается небольшой шанс помять обод. О том, чем же это чревато, я говорил чуть раньше. Также нужно отметить, что при низких давлениях прокол колеса немного более вероятен, чем при более высоких. При высоком давлении начинает расти нагрузка на колени. Уменьшается комфорт, меняется управляемость колеса, хотя последнее может многим пройстись и по вкусу. Если давление в камере очень высокое, то колесо становится весьма вертким. На некоторых моделях вырастает шанс получить воблинг. Об этом мы еще поговорим в следующих выпусках. Нагрузка на позвоночник, колени тут максимальная. А пожившее старшее поколение утверждает, что колени надо беречь. Ну и при таком давлении, помимо всего прочего, раздет нагрузка на узлы самого моноколеса. Это в первую очередь на стойке, подшипника, педали. И вообще перестает быть понятным, зачем человечество мучилось и придумывало вот это все. Если же мы будем говорить о плюсах, то я думаю, тут все понятно. При малых давлениях вы получаете мягкость и некоторую дополнительную устойчивость, а при высоких увеличенный пробег, резвость и верткость. Про давление в камере колеса до сих пор ведутся оживленные дебаты. Консенсус достигнут лишь в одном. При обучении давление лучше снизить. В остальном, с опытом, каждый выберет то, которое комфортно лично для него. Я лично предпочитаю где-то между средним и низким, по той простой причине, что колес у меня много, а коленки у меня одни. Ну и кроме того, я не особо езжу экстремально, я не прыгаю с каких-то высоких бордюров. Я сейчас про бордюры, я не знаю, в полметра и выше. Я не делаю какие-то трюки, а использую колесо в основном как транспортное средство. Но ваш опыт может быть другим, поэтому подбирайте давление под себя. Я надеюсь, с учетом того, что я сказал выше. Для накачки колеса я использую вот такой портативный компрессор. Плюсов у него достаточно много. Заряжается он от USB. Можно зарядить от пауэрбанка. Соответственно, его можно брать с собой. У него имеется автоматическая подсветка для темного времени суток. Также в нем можно задать давление, до которого этот компрессор накачает и остановится. Качает он запасом, дабы скомпенсировать стравливание, пока вы отсоединяете его от ниппеля. Однако, если честно, мне это показалось недостаточно. Поэтому я заказал себе еще вот такой переходник. Очень надеюсь, что с ним получится отсоединять компрессор от колеса на порядок быстрее. Насос достаточно легкий. Однако, если такой насос возить неудобно, то на Алиэкспрессе есть и совсем небольшие ручные насосы с манометром. Что крайне важно. Иметь такой с собой никогда не будет лишним. Все ссылочки вы найдете в описании. Со временем вы научитесь определять давление в моноколесе без манометра. Просто по ощущениям или немного попружинив на ходу. Но пока вы еще не обрели этот навык, то, если сомнения есть, а прибора под рукой нет, можно воспользоваться помощью друга или сотовым телефоном. Ну или навалиться всем весом на моноколесо и попружинить. Покрышка должна продавливаться совсем незначительно. Если же продавливается так, как сейчас на видео, то стоит немного подкачать колесо. В прошлом выпуске я рассказал, как продлить срок службы аккумулятора. Если вы не смотрели, посмотрите обязательно. Ссылочка в описании. Сейчас мне бы очень хотелось поблагодарить всех тех, кто нажал вот эту кнопочку «Мне нравится». Дело в том, что именно вот эта ваша реакция, именно вот это ваше спасибо, именно ваши комментарии, они помогают мне и придают мне силы для того, чтобы я создавал новые выпуски. Кстати, следующий выпуск будет посвящен техническому обслуживанию колеса. Мы поговорим о необходимости, периодичности и о том, на что надо в первую очередь обратить внимание. Так что, если интересно и не хотите пропустить, подписывайтесь на канал и нажимайте колокольчик. С вами был Анатолич, канал «Чёртово колесо». Ни гвоздя, ни ямки.